Если Зайцеву признают виновной, то ей грозит до 10 лет тюрьмы. Вроде бы санкция достаточно жесткая, чтобы ездить нормально, но нет. Политики уже призывают ужесточить ответственность. Да поможет ли это? Давайте обсудим с Анной Малер, пожалуй, лучшим в Украине юристом-криминологом. Анна, здравствуйте, спасибо, что пришли. Я знаю, что вы очень внимательно сегодня следили за судебным заседанием. Есть уже какие-то у вас предположения? Закончится это дело справедливым приговором или нет? Я могу констатовать то, что я видела. Меня удивляла, мягко говоря, слабкая подготовка и слідчого, который был в процессе, и прокуратури. И то, что я постоянно подозрюю, что идут такие поддавки, когда нибыто прокуратура звинувачивает, нибыто слідчий там собирает все доказы вины людини. Но на самом деле они это делают так, чтобы потом суд смог на абсолютно законных подставах, например, человеку выправдать. Я не удивлюсь, если, ну, в процессе судового и в процессе следствия, что эта человек была в каком-то таком состоянии, что она не могла осуществлять, что она делает. Або виявится, что что-то там было с гальмами в авто. Або виявится там еще что-то такое, что, власне, сделает с ней человек, который не причинен к этому. Копиаты, следы опиатов, о чем это может говорить? Вот, обратите внимание на то, как подана эта информация была сегодня в процессе. С одного боку, так, опиаты – это очень серьезная вещь, и человек не в полной мере может керовать своими действиями. И это, кстати, видно было в видео, потому что автомобиль рухался очень удивительно. То он немного гальмировал, то он очень быстро набирал скорость. Но, что интересно, в процессе не предъявлено документ, который бы был достаточно для того, чтобы суд визнав это доказом. Возможно, это и есть та игра в поддавки, которую вы подозреваете? Вот, про что я говорю, больше того, на звернение суду. Чи вы полягаете на том, чтобы это долучить как доказ, прокуратура говорит, что это не доказ. Это просто факт, который характеризует особу подозреванную. То есть это особенности привычки, а не вредных, особенности характера, а не вредных привычек? Вот вы понимаете, так? Дуже много там еще нюансов. Среди доказов прокуратура и следы, по сути, представили те видео, которое мы все уже видели в интернете сто раз. Еще какие-то примеры подобной игры в поддавки возможны. Вы обратили внимание? Так. Я не побачила, и прокуратура, больше того, навіть відмовилася публительно, хотя знаю, что справа резонансна, озвучивать ті подстави, через які они наполягают, чтобы была обрана міра запобежного захода, саме взяття под варту. То есть они не озвучили, что они побоятся, что она может втекти, например, хотя криминальный процессуальный кодекс позволяет использовать такой аргумент, как социальные связки подозреванного. А тут связки, я перепрошу, очень очевидные. То есть, что мы слышали, очень даже неплохие связи. Так. От все эти вещи, они не прозвучали, хотя они абсолютно очевидные. Но под арест отправили все-таки? А судья сьогодні приняв обрунтованное решение про то, что взята под варту без права внесения застави. Это абсолютно законно, криминальный процессуальный кодекс это позволяет, потому что там есть жертвы от этого злочину. Но я бы не расслаблялася, потому что, ну, все, знаете, увидели, ну, вот, наконец-то справедливость взяла под варту. Это лишь начало следствия, а не его завершение. Я хочу сказать, что подобных начал мы видели уже очень много, которые не заканчивались ничем. Вы правы, мы будем внимательно следить за этой историей, как и за многими другими. Давайте теперь вот о реакции наших властей. Первым отреагировал министр инфраструктуры Амелян с предложением ограничить скорость движения в населенных пунктах до 50 км в час. Скажите, это единственный вивод, который власть должна сделать после подобной истории? Ну, это звучит недолуго. Я не буду говорить смешно. Недолуго. И у этой девочки, даже не завинувачиваются в этой аварии. За последние два года было шесть штрафов за порушение правил дорожнего руха. Она заплатила там по 255 гривен, там 510 гривен у нее было. Это как-то вплинуло на ее поведенку. Больше того, это не вплинуло на ее поведенку. И полиция, удивляясь, что это столько порушений, никаких мер для этого человека не застосовывает. Она продолжает иметь права и продолжает порушивать правила дорожнего руха. Поэтому ни штрафы, ни обмежения, это ничего не даст никакого результата. Пока мы не воспитаем другую культуру выполнения законов, уважения к нашим законам. Спасибо. Анна Малер, один из лучших, по моему мнению, мнению многих экспертов. Эксперт-криминолог была гостью подробностей недели.